всем привет здрасьте вот мы короче выбрались на зимнюю рыбалку сидим в палатке серёгой я дырку пробил до палатки он там уже потому что очень острый бур потому что кто-то поменял ножи дырки дырки две я взял вот бы я был и взял был и массу сейчас местные лещи будут жрать это кашу из бойлов ну не кашу она у нас две свечки для обогрева новая палатка которую мы уже пробили народу полно народу много сейчас я вам покажу уйма царите что творится что делаете чего у вас там за резиночка специальная резинка которая такая специальная резинка а трактат она делается только в америке иногда делается в японии это по вашему спецзаказу сделано нанотехнология специально вот если вот так вот внимательно посмотреть она так разорвана я вижу совершенно одинаковые совершенно идеально подходит то есть по идее она может замкнуться может может да вот она тянется специально зеленого цвета то есть она под лето как будто имитирует лето для рыбы да и она лучше берет да то есть у нее настроение улучшается очень удобно я скажу сейчас очень удобно сидите ждете в лунке надо смотреть она она поняла что уже лето лето как будто птичка или что-то кто-то там туда в воду раз да то есть у нее как будто игра идет игра 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 в шашки вы знаете скажите пожалуйста скажите пожалуйста и то есть пока она ослеплена вы понимаете да резинка резинус это резиниус вульгарис да да резиниус вульгарис специалист нано 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 резинус джапан скажите а импортное замещение не думали может быть какое-то производство в россии то есть изделий из резиновых изделий российских можно то есть в принципе она многофункционально можно мух летом да мух мух а можно еще и в ух скажите скажите юрий так этой резинкой жену гонять можно это не только жену можно когда а если а если а если черти или там белочка черти а белочку прогнать можно если специально такая штука то есть смотрите если черти к вам значит пришли так делать очень просто берете вот эту эту штуку видите она тоже зеленая слушай я смотрю у вас все импортозамещение у вас какие-то модные катушки так и когда черти подходит к вам так это старорусский звук как колотушка у меня бабушка даже прабабушка такими звуками черти отгонял я помню что мы сейчас делаем значит так как мы занимаемся импортозамещением и у нас особо с собой ничего нету ловить мы будем на бойлы red tiger nut что значит значит красный тигровый орех от производителя максимус они не он прям какие красивые красивые ой красивые какие можно если или рыбку до рыбка вам лучше берем вот такую штуку круша все карпетники не знает так туда их и рак опа то есть загружаем загружаем и так крутим 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 скажите юрий вы никогда не девяностые нет на персечке нет кручу верчу да размолоть хочу размолоть хочу вы вот туда будете вот и вот опс замечательно слушайте это же фарш такая фарш и прям дело в том что вот эта круша вот это вот вот эта круша для штука вот что примечательно она подходит сразу под лунку то есть ничего не надо ничего себе ничего не нога ну ка ну ка ну ка ну ка это же фанта давайте это фантастика вы вы не горжи скажите скажите а вот эта штука подходит под лунку это подходит под лунку и это именно подходит под лунку это же а скажите юрий если коловоротом просверлить дырку так называемую лунку Мы сможем ничего не добавляя Вот эту штучку опустить туда Именно это спроектировано именно так Скажите, у меня еще один вопрос Скажите, диаметр лунки совпадает ли с... Чуть-чуть поменьше Понял Скажите, Юрий, скажите, Юрий А кромка лунки Она будет совпадать вот с кромкой? Да, да Понял И это замечательно То есть она сделана специально Это специально сделано Это же все как очень просто Кинул два шарика Максимус Рейтайгерна Накрыл Покрутил Так, скажите, Юрий Все Дорогие зрители, посмотрите Не осталось ни одной крупной детали Ни одной Скажите, Юрий Юрий, тихо-тихо-тихо Это рыбе Скажите, Юрий Если у нас останется крупная деталь От какого-то бойла Вы сможете Этой штукой Попасть в лунку Да Я смогу То есть ее диаметр не зависит От крупных деталей Которые останутся в ней Она спроектирована таким образом Что она именно вот Прям То есть крупные Крупные бойлы Крупные бойлы Нам не помешают Вот смотрите, как все происходит Давайте Давайте, Юрий, покажите Я взял И вот самое фантастическое действие Это же Это же Это же венец Смотрите Чпок Чпок Все Юрий Все Юрий, как все Все, что требовал Все Послушайте Это же специально сделано для этого Я так понимаю, да? Никто не мучил Это же очень просто Можно еще добавить Так Мы еще добавляем Вот еще добавляем бойл Можно один так кинуть Пусть они тоже едят Юрий Скажите Как вы научились Так метко попадать в лунку? Юрий Скажите Это мы в другой серии снимем Юрий Перестаньте Смотри Я попал У меня бойло не в две лунки Юрий Скажите Это бойло Из чего сделано? Это Макс Макс делает такие бойлы Макс Продавшему Он такие бойлы Вот сейчас Или Макс Продакцион Слушайте Я смотрю Вы Вы так ненавидите бойлы? Или вы так любите рыбу? Я все люблю И смотрите Фантастическое действие Нам ничего не надо Мы просто перемололи Просто перемолол Смотрите Юрий Смотрите Откройте крышку Откройте Юрий Откройте Смотрите Видите У вас осталось Несколько крупных бойлов И это нам не помешает Не помешает Потому что диаметр Вот этой штуки Точно совпадает С диаметром Лунки Да Вот фантастическое действие Давайте 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 Юрий Давайте 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 Раз Все Юрий Фантастика Итак дорогие друзья Продолжаем нашу рыбалку И наши полезные советы Сейчас я вам расскажу Значит Как Ловить Судака Буду ловить судака На сику На сику Ну мне кажется Прохладно Доставать Эрман Слышь у нас название Эрман Посмотри Эрман Эрман А нет Фишерман Я понял Я думал Эрман А я Чем буду заниматься Сейчас мы Собственно говоря Вот тут у нас уже И свечки И окна И печки И солнце Начало светить Сейчас пиццу На улицу Мы не выходим Не выходим На улицу Пиццу Да Привезут Пиццу Потом привезут Еще Привезут Чего-нибудь Птицу Да А я Начну Вам Другие Давать Очень полезные Советы Которые Нужны На зимней Рыбалке Чем Вообще Это Лучшая Приманка Сделана Своими руками Ситуация такая Сейчас я Значит Это Сейчас я Расскажу Вам Всем Что делать Юрий Скажите Пожалуйста Что такое Уловистый Балансир Уловистый Балансир Это балансир Конечно же Сделанный Своими руками Покажите Свои руки Вот мои руки Нет Вы очень широко Показывайте Покажите Уже У меня Шарики Руки Я понял Да Сейчас У нас Узкопрофильные Сделанный Балансир Своими руками Ну давайте Что у вас Что упало Нет Сейчас я Наоборот Что-то Достану Давайте Нам понадобится Для этого Что Для этого Нам понадобится Отвертка Руки В первую очередь Руки Руки Отвертка Отвертка Она нам не понадобится Мы убираем Значит Зажим Чего Жать будем Ну Зажим Это Знаете Как Когда Зажим Когда Сестра Сестра Да подайте Зажим Она Не то что Прищеплена Она вот Эту штуку Подает То есть Это Не простой Инструмент Это Медицинский Инструмент Это Медицинская Сталь То есть Это Все Продезинфицировано То есть Если вы Сейчас Зацепитесь Ничего Не будет Дрожение Ничего Все У нас Безопасно У нас В итоге Есть Два Неуловистых Балансира Да Покажите Два Неуловистых Балансира Это Наверное Что Это Китайская Или Российская Это Явно Вот Написано Написано Что Непонятно Где написано Слушайте Ну что Китайская Россия Мы же Сейчас Братья Да Китайская Россия Два Неуловистых Балансира Для того Чтобы У нас Сделать Уловистые Балансиры Да вы Не машите Юрий Я за Вами Не успел Что Надо Сделать Мы Берем Чистый С одного Неуловистого Балансира И снимаем Тройник Вот Так Снимаем Тройник С одного Неуловистого Балансира И откладываем В сторону Юрий Снимите Перчатки Мне не Видны Значит Так Ладно Я вам сниму Перчатки Начинаем Мы с одного Неуловистого Балансира Тройник Берем Второй Неуловистый Балансир Тоже Снимаем С него Тройник Так 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 Потом Значит Берем Значит Что Они Вот Юрий Берем Один Тройник С того не уловистого балансира и ставим на другой ставим на другой трои трои балансир и он уже становится более уловистым вот он мы раз поставили вот она один поставили так теперь теперь берем другой тройник с того балансира не уловистого а и ставим на другой и вот эта комбинация когда мы меняем тройники она очень уловистый с того сразу балансируется очень уловистыми скажите Юрий у меня у меня вопрос важно какой рукой вешать тройник если вы левша вешайте левый я прошу вешать и право скажите от этого улов будет меняться конечно конечно же левая либо леваком она всегда у меня еще вот в моей коробочке есть что это за такая три бухой в руке а вот это у меня в коробочке у меня за не трех ухо не тяните аккуратнее не тяните карказябра вот такая вот карказябра и для того чтобы балансир стал более уловистый мы берем так берем значит одну гуне 2 карказябра есть значит мы одну карказябру значит вешаем на хвост одного балансира который был неуловистый вот нахвость повесили одному хотя этот вешаем нанос нанос балансира который был неуловистый кражите ответ цвет вот я смотрю смотри теперь смотрите какие стали уловистые. Вот если мы сейчас опустим их в лунки, значит, они очень сразу станут уловистыми. Потому что мы сделали своими руками. Мы поменяли тройники, мы приделали и они вот так вот... Ой, ой, Юрий, Юрий. Ой, Юрий, смотрите. Это такое ощущение, что они друг друга уже хотят. Да, да, да. Одна за другой гонится. Так, Юрий, ну дальше. А вот для чего нам будет, собственно, зажим? Да, зажим-то... Зажим. Медицинский зажим. Зажим просто для того, чтобы мы взяли и убрали его в ящик. Ну, правильно. Все, и нормально. И вот так вот мы делаем своими руками. Юрий, что вы хотите посоветовать нашим рыбакам? Я советую всем делать вот рыбакам уловистые балансиры своими руками. И самое главное, что каждый из вас может это сделать очень легко, потому что как рукозяблы практически в каждой есть семье розовые, поэтому они уловистые, они уловистые, как говорится, балансиры. Их можно всегда найти, отнять у Кестя или у дедушки. То есть они всегда есть... Да, да. Или у сына. Ну, у сына вряд ли есть неуловистые кракозяблы. Ну, балансир в смысле. Скажите, Юрий, а вы берете какой-нибудь провиант на рыбалку? Вот что удивительно, сегодня, Сергей, я взял провиант, причем взяли его вы. О! такой специальный контейнер. Значит... Нанотехнология. Так. Не намокает. Ни-ни. Не намокает. Да. Вообще, нисколько. Не мерзнет. Очень мягкий на ощупь. Не намерзает. Мягкий. Не намерзает. Мягкий, приятный на ощупь. То есть не удариться... Об него не ударишься, не поранишься, ничего. Не поранишься вообще. Не обрежешься им. Видите? По горлу можно... Ой, а что это у вас волосы встали? Намагничиваться. Это ебанит. Можно по горлу... Слушай, Юрий, это ебанит. Нет. А что у вас волосы встали на бороде? Ну, это просто такая борода. А, все, понял. Это я готовлюсь. Я понял, понял. Ой, ой, ой. Сейчас по горлу режу, и ничего не происходит. Значит... Юрий, что? Что? Удобная защёлочка. Я так понимаю, что... Защёлочка. Ну-ка, ну-ка. Да-да-да. Чпук. Ничего. То есть оно не вывалится при транспортировке. Да. Приятный белый цвет. Да. Скажите, что это торчит у вас из-под... из боков? А здесь богатство нашей Родины. Алюминий. Люминий? Алюминий. Не, лю-миний. Лю. Люминий. Точно. Алюминий. Алюминий. Значит, алюминий, богатство нашей Родины. Алюминиевая фольга. Га. Фольга. Вы не выкидываете, да? То есть у нас здесь радиация не проходит? Радиация не проходит. А самое главное, она не проходит вот к этим кулинарным изделиям. Вы посмотрите! Вот эти вот изделия кулинарии, которые приготовила ваша супруга Ирина. Ооо. Значит, смотрите какие. Прожилки. Темное мясо. Жир. Розовое мясо. Два слоя. Два слоя. Два слоя. Два слоя. Вы знаете, Юрий, скажите. Хлеб. Вы понимаете? Хлеб. Вы понимаете, что это за 25 хлеб, да, у вас? Да. Раньше вот за 25 было. У вас за 25. За 25. Да, вот маленькие, побольше. И смотрите, как они лежат аккуратно. Аккуратно лежат в фольге. Их не проникает к ним радиация никакая. То есть это все экологически чисто. Экологически. Лучи идут, отражаются сразу, отлетают лучи. Юрий, вы за... Космические лучи. Мы за ЗОЖ. Рентгеновские все лучи. Даешь ЗОЖ. Открываешь. Опа-на. Смотрите. Юрий, давайте попробуем их в рот. Даешь ЗОЖ. Даешь ЗОЖ в рот. Даешь ЗОЖ. Значит, надо есть мясо, потому что мы не вегетарианцы. Да. Ну-ка. Ммм. 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 Юрий. Я смотрю, у вас... А. Что там такое? Опа-на. Ну-ка. Оооо. 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 Юрий, что вы хотите сказать телезрителям? Дорогие друзья, резки бутерброда обязательно заворачивайте их в фольгу, чтобы космические лучи не проникали в них. И запивайте их с чаем. Ммм. Ммм... Ммм. 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 Мне кажется, ты щас усы прикусил. Спасибо, любимая. Не оставила на льдине нас голодными. Ох ты ж йогсельмоксель. И меня ж тоже не возьмет радиация. Да. Ну-ка щас мы... И тебя тоже не возьмет радиация. Оооооо. можно проложить вот в бейсболку я если сейчас сделаю небольшой вот такой вот вот значит отражение отражение радиационных волн будет будет вылетать у нас палатка у нее закругление такое закругление покажите юрию на какой виде закругление у нас идут и вниз аккуратненько спадают значит и эти радиоволны и радиоволны они падают прям прям в лунке прям в лунке вот где собственно вся рыба и концентрируется сегодня особый особый день сегодня особая концентрация нулевая концентрация нулевая наверное плохо кормили либо перебор и радиоволны очень кормим хорошая вещь реклама да и пошла реклама кормим скажите юрий может быть и вам сделать защиту да я чуть попозже сделаю защиту конечно а я ее не снимаю на меня под шапкой под шапкой ну друзья мои пользуйтесь фольгированная шапку пользуйтесь фольгой не забывайте что радиоволны и всякое там требухонь не дремлет и вот будьте внимательны эти рыбу отпускайте и если поймаете вот а у нас сегодня ну продолжает холодно снова мы у вас с вами дорогие друзья клев сегодня во первых началась погода погода солнышко солнышко это уже хорошо там солнце тепло клев отменный нулевой волевой и так и так вот и такая правок и такая провод и так им болтаем и поплавки постать и вообще он в стакане стоят в стакане то я стою я я пошием подсыпаем туда мертвый на живого опарыша ловить нельзя до нас запрещено после 1 январе запричу на лишь на живого опарыши только на мертвого И так мы им все туда И еще берем У нас еще мотыля осталось Берем мотыля А это черви, если вы знаете Это комары И они туда уходят Юрий Бубен, оранжевый бубен Внутри с прикормкой Все кормится? Что ж не ловится? Не ловится, потому что Может быть вы как танцор? Скорее всего да И так же как и вы Я-то танцор еще тот Мы танцоры не очень Но мы неплохие певцы Юрий, а давайте споем Я вам знаете что хочу рассказать Давайте мы не будем петь Я вам хочу рассказать вот что Мы с вами уже делали уловистые Эти балансиры Из неуловистых Из неуловистых балансиров Мы делали уловистые балансиры Ух ты, что это у вас, Юрий? А теперь Значит вот что у меня Какой у вас набор Да, у меня набор Вы их просушиваете сейчас Эти уловистые, да? Да И чтобы вот, казалось бы, да На самом деле Что за кольцо у вас такое? Значит Такая блесна уловистая Тоже сделана своими руками Ну конечно Я заметил, Юрий Вы все время Делаете все своими руками Да Это чем охарактеризовано? Это потому что так необходимо Сидел своими руками Потому что дохера времени То есть много Значит Сидим И надо делать своими руками Вот делать, например, своими руками Вот, например, был Был такой балансир Неуловистый Да? Да А вы же знаете Как сделать Неуловистый балансир Он же цикада Уловистый Как сделать? Ну, вашими руками Берем Переставляем Крючки Спереду Было С него С цикады Спереду Переставляем Назад Переставляем Назад И он сразу Становится Очень лось Видите У него крючки Вот висят Друг на друга Стали висеть Потому что Когда вот там Он вот так Разрыт И сюда Цепляем Можно То есть Рыба Получается Хватает И ртом И зазад Ее Да Да И зазад Тоже Значит Вот сюда Можно сделать Карабинчик На каждую Хитропопую рыбу Есть крючок С задним Цеплением И вот это Очень уловистое Цикады Сразу Подергайте 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 Смотрите Смотрите Как играет Вы видите Да Я как играю Смотрите И Юрий Всегда играет Очень хорошо Никак не наиграюсь Да Юрий Скажите Вот я видел У вас там Вот в последнем Вот здесь Какой-то Шикарную Блесну Это колебалочка Вот Да Колебалочка Но скажите А вы зимой Ей тоже пользуетесь Да Иногда Да Ну если Кого-то Кто-то Заколебает Да Да А опять же Как сделать Уловистый Блесну Да Блесна не уловистая Например Вот это Да Совершенно Вы смотрите Какая блесна Вообще ни о чем Но это колебалка Ну это Такая Это вертикалка Ага Значит она не уловистая А что Как сделать уловисты Вы же должны знать Мы берем тройник Берем тройник Снимаем его Так Берем другой новый тройник Одеваем назад 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 или В то кольцо С которого сняли Да В то же кольцо Одеваем Другой тройник Значит Тройник мы одели Потом Лезем В ящик У вас ящик есть? Да Погодите Я посмотрю Да 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 У вас Смотрю Там столько Это что за флажки у вас? Лезем Это секретные флажки Их нельзя показать Мы сейчас на охоту пойдем Значит Лезем в ящик Там ничего нет Так Давайте пользоваться тем Что под рукой О Все Вот оно Очень уловистое Вот Видите Оно само Оно само Да Два тройника Ага Скажите Юрий Насколько прочна Вот эта сцепка? Очень прочная сцепка Очень Да Очень прочная А вот чтобы увеличить прочность Еще можно вот так сделать Ну правильно Там же есть Да У любого крючка Есть Бородка Бородка Да И не всякая рыба может снять Кстати Да Не всякая Может птица долететь Ответьте мне пожалуйста Все таки вот это кольцо Оно функционально А вижу Вижу Да Вот я с этого кольца Снимаю Вижу Резиновую штучку И фиксирую ее на На конце На конце Вот И у нас вот такая получается Вот значит Концевик Да Концевик Концевик Да Это безопасная значит Вещь Ну правильно Мы же с вами как говорится Поймай и отпусти Поэтому два крючка мы Закрываем У тройника Не я просто Я просто считаю Сергей Что мы с вами вообще Делаем оптимально Мы не то что поймай Отпусти А мы пошли с вами дальше И мы не поймай И отпускать собственно И некого Не надо отпускать Просто сразу не поймай Да 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 И не надо морочиться Зачем Юрий Скажите Насколько Нам хватит еще батарейки Ну батарейки нам пока еще хватит Если вдруг прилетит Голубой вертолет И скимо привезет Мы всегда сможем включить Видеозапись Чтобы просмотреть потом тщательно Правильно он ли приземлился Никогда не верьте голубым вертолетам Ни один нормальный пацан Не должен вообще С голубыми вертолетами связываться И уж тем более Обещанный эскимо Потому что это неправильно Это очень неправильно Когда один голубой вертолет Приносит эскимо совершенно Незнакомому другому Да Мужчине Вертолету Да Вот У нас осталось две лунки Идет соревновать соревнования У кого быстрее Возьмет У кого быстрее возьмет Мы с Юрой поспорили Не берет Не берет господа Не берет Чего Юра там уже Какие-то шары себе привязал Вот значит я Ну не себе привязал Ну на снасть свою привязал Себе бы еще пока ничего не привязал Я высыпал все Что было в лунку Плюс еще немного мотыля Ждем Ждем дорогие друзья Значит К сожалению Скоро стемнеет Нам еще Выбираться из этой тайги Как говорится На трассу Вот Ну и В заключение Собственно Хотелось бы что сказать Всего доброго До новых встреч в эфире Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok